Какая порода кошек подходит вам по знаку зодиака? Люди, которые верят в мистику и астрологию, наверняка замечают, что им проще общаться с представителями того или иного знака зодиака. Однако между человеком и животным также бывает идеальная связь. И предугадать, с какой породой кошек человек сможет найти общий язык, можно с помощью гороскопа. И помните, это всего лишь гороскоп, а питомца нужно заводить по душе. Так какая же порода кошек, по мнению астрологов, вам подходит больше всего? Овен. Овны настоящие лидеры с пробивным характером. Для них отлично подойдет британская короткошерстная кошка. Британская кошка по характеру ненавязчивая и игривая. При проживании в семье, британские кошки не привязываются к кому-то одному, а одинаково любят всех. Они умны и сообразительны, могут запомнить около 50 слов и указаний. Несмотря на некоторое упрямство, британские кошки очень легко схватывают команды хозяина. Также они способны адаптировать свое поведение под характер человека. При этом они никогда не теряют своего фирменного строгого характера. Телец. Как известно, тельцы очень упрямы и независимы. Однако они преданы и на них всегда можно положиться. Тельцам прекрасно подойдут сиамские кошки. Сиамские кошки очень преданы своим хозяевам. Они ходят за ним буквально по пятам и не знают ничего лучше, чем компания любимого хозяина. К посторонним людям эти кошки относятся настороженно и не спешат с ними знакомиться. Они очень игривы, благодаря тому, что у них отлично развит инстинкт охотника. У сиамских кошек очень громкий и пронзительный голос, которым они умеют грамотно пользоваться. Если кошка что-то захотела, то вам придется исполнить ее желание. Есть распространенное мнение, что сиамские кошки злые и даже могут напасть на своего хозяина. Но это не так. Отношение кошки к ее хозяину полностью зависит от ее воспитания. Если вы окружите своего питомца любовью и заботой, он ответит вам тем же. Близнецы. Близнецы умеют подавать пример другим людям и вести их за собой. Они очень энергичны, амбициозны и не боятся трудностей. Им отлично подходят персидские кошки. Персидские кошки – настоящие члены семьи. Они привязываются к хозяину настолько, что готовы участвовать во всех его делах, поддерживать в трудную минуту и даже лечить. В ответ они хотят получать такую же искреннюю любовь и ласку. Эти кошки прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными, в том числе с собаками и даже птицами. А вот к незнакомцам они относятся настороженно. Персидские кошки с большим трудом переносят одиночество. И когда дома долго никого нет, могут ни есть, ни пить, и даже сидеть на одном месте, не покидая его. Но когда хозяин возвращается, кошка оживает и бежит ему навстречу, словно собака. Также персидские кошки очень игривы. Рак. Раки – натуры загадочные и чувствительные, любая мелочь может их выбить из колеи. В них много тайны и загадки. Отличным компаньоном для рака станет Рэгдолл. Эти кошки умны и обладают хорошей памятью. Это ласковые и кроткие создания, прыткие и ловкие, игривые и подвижные. Рэгдоллы не переносят одиночество и любят бродить за хозяином повсюду. Очень доверчивы, как дети. У этих кошек хорошо развит интеллект. Поэтому они легко подаются дрессуре, но ленятся. Они вечно находятся в состоянии расслабления. Ласковые и послушные, тихие и, в то же время, общительные. Флегматики кошачьего мира. Если вы возьмете такую кошечку на руки, то она просто растворится в ваших объятиях. Лев. Львы всегда стремятся во всем быть первыми, они тщеславны и высокомерны. Наверное, не зря льва считают королем зверей и признают его лидерство. Льву не подойдут покладистые и ласковые кошки, ему нужен такой же благородный питомец. Для львов идеальными соседями станет абиссинская кошка, характер абиссинских кошек соответствует их аристократическому происхождению. Они любят и требуют, чтобы к ним относились уважительно. При этом их нельзя назвать капризными. Эти кошки без ума от своих хозяев, всегда готовы их ласкать и следовать за ними буквально по пятам. Абиссинцы – умные и покладисты. Они не переносят одиночество, поэтому их нельзя оставлять надолго одних. Абиссинцы весьма уравновешенные и интеллигентны, они не станут точить когти о мебель или прыгать на шторы. Дева. Девы по своей природе трудолюбивы и требовательны к себе. Они любят во всем порядок и очень пекутся о своем имидже. Им подойдет бенгальская кошка. Бенгальские кошки – невероятно преданные животные. Они очень доверчивы, сильно привязываются к своему хозяину и скучают по нему, если он долго отсутствует. Поэтому бенгалов не рекомендуется оставлять надолго одних. Они невероятно активны и просто обожают играть. Интеллект этих кошек позволяет им с легкостью открывать не только двери, но и краны и даже пользоваться смывом унитаза. Они не боятся незнакомцев, поэтому когда в доме появляется новый человек, бегут знакомиться. По словам владельцев этих животных, бенгалы в душе остаются котятами на протяжении всей жизни. Весы. Весы всегда стараются держать в жизни баланс. Они невероятно практичны и отлично выстраивают свой путь. Весы – рассудительные и думающие люди. С такими отлично уживаются сфинксы, которые не менее рациональны и спокойны. Сфинксы очень тонко чувствуют настроение хозяина, сочувствуют, если ему грустно, помогут, если хозяин заболел. Оближут, полежат рядом, поднимая настроение своим мурлыканьем. Любовь сфинксов к своему владельцу безмерна. Сфинксы очень любят обниматься и целоваться. Встречая хозяина вечером с работы, они встают на задние лапки, прося взять их на руки. Ум сфинксов также поражает. Это очень смышленые животные, способные позаботиться о себе, если хозяину в данный момент некогда. Скорпион. Скорпионы – люди с железным характером и мощной энергетикой. У них прекрасно развита сила воли. Они до конца сражаются за то, во что верят. Отличными питомцами для них станут мейн-куны. Мейн-куны не только очень красивы, но и невероятно преданны. Они любят всегда находиться рядом с хозяином и готовы следовать за ним буквально по пятам. В мейн-кунах гармонично сочетаются игривость и спокойствие. Они очень миролюбивы и хорошо уживаются как с детьми, так и с другими домашними животными. Кроме того, у этих кошек потрясающая память. Они способны запомнить множество слов, команд и даже могут различать интонации хозяев. Стрелец. Стрельцы зачастую стремятся к совершенству. Они внимательны к каждой детали, а в любом деле проявляют завидную настойчивость. Стрельцам подойдет русская голубая кошка. Эти кошки добрые, очень преданные и внимательные. Они чувствуют своего хозяина и реагируют даже на его жесты и тон речи. Такие кошки всегда готовы выслушать и поддержать своего хозяина. Они прекрасно ладят с детьми и другими кошками. А вот с собаками могут возникнуть конфликты. С незнакомцами русские голубые кошки поначалу ведут себя настороженно, но привыкнув к человеку, начинают ему доверять. Такие кошки идеально подходят как для больших семей, так и для одиноких людей. Они отличные охотники и любят свободу, но жить предпочитают в доме, а не на улице. Также они любят, чтобы все шло своим чередом и не приветствуют изменения. Козерог. Козероги практически всегда спокойны и сконцентрированы, у них не бывает в голове хаоса, все разложено по полочкам. По характеру им больше всего подходит тайская кошка, которая очень любит своего хозяина. Самое главное для такой кошки – постоянный эмоциональный контакт с человеком. Ее нельзя надолго оставлять одну. Эти кошки хорошо подаются дрессировке, благодаря высокому интеллекту. Они без труда могут выучить пару трюков и быстро приучаются к лотку. Тайские кошки очень подходят для одиноких людей, много времени проводящих дома. Это и надежные друзья, и прекрасные собеседники, готовые любое количество времени слушать монолог хозяина. Водолей. Водолеи – кроткие и спокойные люди, которые всегда говорят только правду. Водолеям подойдут американские бобтейлы. Эти кошки интеллигентны и не станут шантажировать хозяина, выпрашивая ласку. Они привязываются к своим хозяевам настолько, что чувствуют изменения в их настроении. Американские бобтейлы легко находят общий язык с другими домашними животными и хорошо уживаются с детьми. По отношению к незнакомым людям настроены дружелюбно, и когда в дом приходят гости, сразу бегут знакомиться. Эти кошки очень игривы, и частенько просят хозяев их развлечь. Иногда они даже могут приносить игрушки в зубах, как собаки. Такие кошки идеальны для большой семьи, но не подходят для тех, кто постоянно занят. Рыбы. Рыбы – ласковые люди, которые умеют любить всем сердцем. Они даже готовы жертвовать своими интересами, чтобы у близкого человека все было хорошо. С ними хорошо уживется норвежская лесная кошка. Это храбрые и игривые кошки. Им нравится исследовать наивысшие места в доме. Что касается незнакомых людей, кошки будут сдержаны с ними, но, когда привыкнут, станут дружелюбнее. Эти кошки не любят излишней нежности. Разумеется, они с радостью будут сидеть у вас на коленях и довольно мурлыкать. Но потискать норвежскую лесную кошку не удастся, ей это не по душе. Если же с ней обращаться, как с членом семьи, а не с игрушкой, норвежская лесная кошка составит вам компанию в любом деле, от вечернего просмотра сериала до генеральной уборки. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, это всего лишь гороскоп, а питомца нужно заводить по душе. Субтитры создавал DimaTorzok